Доброй ночи. Я не могу дать никаких рекомендаций, потому что нам до сих пор их не дали. Это ссылка, которая дана, она со вчерашнего дня есть, но со вчерашнего дня просили не давать в структуры. Сейчас попросили дать в структуры, и Мигел написал обращение к мастерам, что объяснить всем по структуре, что на этой ссылке проверить, на сегодня, на этом этапе проверить верность написания своей почты и вставить, у нас там есть в личных данных, вы можете разместить свой адрес биткоин кошелька. Работы продолжаются, привязки они продолжают делать, но вот на этом этапе проверить вот эти основные данные. Со спонсором у меня у самой, я без спонсора сама, у меня на моем главном офисе вообще нет структуры, вообще нет подчиненности. Я точно так же 4 счета имею, точно так же я не понимаю, что на этом этапе делать. Я думаю, Мигел даст пояснение, я все объясню. Сейчас просто пробно, он сказал, что это тестовый вход пробный, кто заходит, потому что некоторые не могут зайти и с этим входом. То есть вот эта часть имейла, Андрей Жариков и ранее говорил об этом, что первая часть имейла на сегодня это наш вход на платформу. Почему так, я тоже пока не могу сказать. Думаю, что они выдадут инструкции до конца дня, но на сегодня весь мир пробует заходить именно таким способом. Первая часть имейла, заходим по этой ссылке, далее проверяем правильность написания своей фамилии и правильность написания вашей почты. И вставляем биткоин-кошелек, привязываем биткоин-кошелек свой, на этом этапе свой. Это все для обкатывания платформы необходимо. Что делать со структурой, салда, которая должна быть в бэк-офисе, с вашими квалификационными пакетами и со спонсорами. Я думаю, нам об этом скажут в ближайшее время. Просьба еще, у кого есть скриншоты, приготовить их. Я просила Мигела дать нам почту в помощь, если это, конечно, понадобится компании. В помощь компании, если мы сможем отправлять скриншоты, значит, нам будет дана почта, куда мы будем это делать. Я специально уточняла у Мигела, и он подтвердил мне, что на сегодня верифицировать свое имя, email и разместить адрес биткоин-кошелька. Далее, кто имеет скриншоты, в помощь компании можно отправить. Я скажу, как. Кто не имеет, не волноваться. Все равно компания все восстановит. В следующие дни он написал послание мастерам, 3-4 дня они будут восстанавливать остальную информацию. И закончит привязку на платформу основных функций. Далее, каким образом отправить? У всех есть группы, спонсорские группы, которые могут написать, собрать, я дам в информационном чате, я дам свою почту. Вы, пожалуйста, только это нужно делать быстро. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы поможем компании достоверно разместить информацию о нас. Поэтому, значит, пишите логин, почту, фамилию и скриншот, какой вы имеете в бэк-офисе. Отправляете свои, я не буду, если мне будут присылать ни знакомые партнеры, ни моя первая линия, я не буду пересылать ничего. Давайте организуемся, сделаем все правильно. Пожалуйста, у всех есть спонсорские ветки, отправляете, собираете группу и отправляете мне на e-mail. Все, благодарю вас. И партнеров, скриншоты, у кого какие есть. У кого-то есть главная страница, у кого-то есть скриншот инвестиционных пакетов, у кого что есть. Естественно, любая помощь будет помогать им восстанавливать картину, нормализовать. Они и так разберутся с ней, сказал Мигел так, он несколько раздраженно даже мне ответил, что мы в любом случае восстановим всю систему. Но если у кого-то есть информация, вот в скриншотах это быстрее помогает какие-то поля заполнять и нормализовать размещение бинара, линейки информационного наполнения бэк-офиса. Поэтому какие есть скриншоты, любые, вот, пожалуйста, можно им в помощь отправить. Все знают, кто у кого я спонсор. Я знаю всех своих личников, поэтому, пожалуйста, у меня их 10 человек, поэтому, пожалуйста, только от 10 человек от моих личников я буду принимать вот эти почты с подтверждающими скриншотами вашей информации в бэк-офисе на старой платформе. Все, я прошу, я здесь напишу еще раз свою почту, прошу соблюдать подчиненность. Еще раз повторила ссылку, по которой необходимо пробовать делать вход. Если вдруг у вас не получается зайти в бэк-офис, следовательно, мне, опять же, на почту, логин, почта, фамилия, не могу зайти в бэк-офис по своему старому паролю. То есть, вот, информация должна быть каким-то образом собрана у меня на почте. Друзья, я послала эти файлы сейчас для того, чтобы видно было, какие поля заполнять. В моих данных вначале проверяете фамилию и почту, потом кликаете на вторую позицию, куда вам нужно занести свой и сохранить свой биткоин-кошелек. Делаем на этом этапе только эти вещи. Я знаю, Женя задал там вопросы. Конечно, они останутся безответными, потому что я не имею ответов. Я сама эти вопросы пишу каждые два часа выше и задаю вопросы и спрашиваю. Я не могу изобрести и с пальца высосать ответ. Вы поймите, все то, что вы говорите, я сама это вижу у себя в бэк-офисе, я понимаю, какой сайт, и я хочу иметь ответы. Как только буду иметь, я сразу передам, скажу в структуру. Еще один нюанс. Сразу, когда открываете бэк-офис, у вас запрашивают создать финансовый пароль. Создаете любой пароль, либо такой же, какой был у вас, все равно их можно внутри в бэк-офисе потом поменять. Это первый шаг, который от вас требуют для того, чтобы допустить вас в бэк-офис. Поэтому создайте любой пароль и запомните его, чтобы можно было делать следующие шаги.